Доброе утро, уважаемые трейдеры! Это и случается, опять же, на секции рынка Форекс, на секции фондовых инструментов, на рынке облигаций, ну и, разумеется, на рынке криптоинструментов, за которыми мы традиционно в последнее время стали поглядывать тоже. Соответственно, стараемся держать в курсе о том, что может повлиять на те инструменты, которыми мы торгуем, друзья. И еще раз я повторяю, что если какие-то активы все-таки остаются упущенными, обходим, мы их оставляем без внимания. Вы, если они вас интересуют, можете дать знать об этом на канале на YouTube. Я всегда надкрыт, скажем, к каким-то дополнительным пожеланиям, поскольку все-таки обзор проводится для вас. И если есть необходимость анализировать какой-нибудь еще инструмент, с огромным удовольствием буду это делать. Как я помню, были запросы по американскому фондовому рынку, и вот стараемся мы, когда что-то интересное происходит на американской секции. Сейчас я, правда, на нее поглядываю сквозь пальцы. Не очень меня рада динамика, которая складывается что по S&P, что по NASDAQ, что по Dow Jones, потому что там исключительно рост обновления максимум фактически каждый день. Я думаю, что это не ошибка, что мы скажем. Это та среда, которая заставляет нас задуматься о том, чтобы на этом рынке торговать не с точки зрения того, чтобы прокатиться на рынке, а задуматься о том, когда же этот рынок схлопнется. И при этом хочется, конечно же, поучаствовать вот в этой коррекции, она ведь может быть существенной, но мы не знаем, когда эта коррекция разразится, потому что американский фундамент уже неоднократно создавал, опять же, сигналы, давал рынку понять, что всему приходит конец, и в данном случае таким пузырям, который сейчас накопился на американской фонде, уж тем более должен прийти. Но у нас нету негативных, скажем, трейдов, нету разочарования со стороны инвесторов. Трейдеры как будто бы живут, скажем, в розовых очках и не обращают внимания ни на что, на то, что происходит на рынке. Вы помните, у нас был шатдаун, когда, собственно, из-за отсутствия законопроекта финансирования правительства, собственно, деятельность госучреждения была приостановлена. Это ведь страшный негативный момент, друзья. Мы ведь не знали, как быстро удастся запустить весь этот процесс. Ведь в прошлый раз, в 2013 году практически полмесяца проставили госкорпорации, и считается, что, собственно, это тогда привело к определенным потерям экономического роста. Если оценить динамику американского фондового рынка уже в контексте той истории, которая была, у нас логика тогда доминировала на рынке. Поэтому, как только этот новостной фонд случился, мы помним, что американская фонда потеряла больше 5%. В этот раз, еще раз повторяюсь, друзья, рынок как будто бы, находясь в вакууме, просто игнорирует все вот эти негативные новости, которые появляются. Хорошая статистика, плохая статистика, неважно. Американский фондовый рынок растет. Я вам проводил еще параллели по поводу того, насколько сейчас крепко вот это расхождение между покупками, прогнозами на улучшение, между прогнозами на понижение прибыли корпоративного сектора. Говорил, что в последний раз такое было в 2010 году. Тогда коррекция привела к обрушению американской фонды больше, чем на 15%. Это тоже довод, чтобы быть крайне осмотрительным к текущей динамике. Но американский фондовый рынок, как будто бы на зло всем, продолжает обновлять исторические максимумы. Друзья, я все-таки советую вам присматриваться, опять же, если вы торгуете этим инструментом, только коротким позициям. Ищите уровни, пользуйтесь техническим анализом, если он вам помогает. Но держитесь, пожалуйста, подальше от длинных позиций, потому что они сейчас заманчиво выглядят, когда американский фондовый рынок растет, и кажется, что рост будет продолжен и дальше. Но вы должны понимать, что ситуация, которая сейчас происходит на американском фондовом рынке, это абсолютно необычная, нетривиальная ситуация. И нам не удастся, опять же, наблюдать полномерное снижение. Нам не удастся поработать с какой-то незатяжной конъекцией, прежде чем, опять же, появятся возможности дальнейшего роста. Если на этом рынке, который сейчас представляет собой настоящий пороховой заряд, пойдет коррекция, она будет затяжной и существенной. И я не хочу, друзья, чтобы, опять же, потеря этого индекса, опять же, капитализация S&P, у них, я думаю, свойственные будут схожие потери NASDAQ и ADU, 10% вы представляете, без плеча, причем это и вовсе абсолютно сразу слип всех депозитов, чтобы вы столкнулись с этим, поэтому будьте осмотрители. Прошлая торговая неделя была интересна. Несколько отчетов действительно были достойны внимания, но основной новостной фонд у нас касался форума в Давосе. И выступления чиновников, представителей монетарных властей, отдельных регуляторов и стали причиной той волатинности, которую мы с вами наблюдали. Вот особенно хочу отметить, очень много дров наломал Стивен Мучин, который является главным казначеем США, возглавляет Министерство финансов, потому что он позволил себе сделать своего рода интервенцию словесную, отметив, что экономики, скажем, во благо, слабый доллар. Мы помним, как пытался реабилитироваться Трамп, опять же, сделал совершенно обратное осуждение о том, что экономика, будучи крепкой, нуждается в такой же крепкой национальной валюте. И вот мне было крайне интересно наблюдать за выступлением Драги, который, в принципе, очень рьяно, ну, не скажем жестко, но все-таки на повышенных тонах критиковал позицию, которую позволяют себе сейчас проводить в ходе таких серьезных фундаментальных событий, как Всемирный экономический форум от монетарной власти США. Потому что, ну, мы Драги прекрасно понимаем, Драги возглавляет Европейский центральный банк. Они действуют в рамках тех полномочий, которые есть, и, соответственно, пытаются через мягкую экономическую политику повлиять на курс валюты, потому что курс валюты влияет на инфляцию. Это цель по инфляции 2% основной ориентиры для деятельности Европейского центрального банка. И, конечно же, цель 2% абсолютно несовместима с текущими котировками. И на прошлой неделе евро показал устойчивый, серьезный рост еще до заседания Европейского центрального банка как раз вследствие того, что очень сильно просел доллар. И тогда Драги отметил, что не подобало бы на таких событиях провоцировать самые настоящие валютные войны, потому что в текущей ситуации в рамках трендов, которые сложились на мировой экономике, конечно же, валютные войны, они только усугубляют волатильность и провоцируют, опять же, ненужные движения, панические настроения, которые, конечно же, не вяжутся с стабильными ожиданиями по экономическому росту. Ну, я думаю, что сам Драги был крайне разочарован тем, что лично ему впоследствии даже не удалось ослабить курс евро, хотя он должен был взять на себя эту задачу. Надеюсь, что рынок все-таки начнет придерживаться большего логичного взгляда, оценки, которая должна сейчас проводиться в отношении, собственно, регионов, в отношении валют, которые стоят за ними. Нас интересует, собственно, евро, нас интересуют доллары и прочие активы рынка Форекс, на которые мы обращаем внимание. И мы, безусловно, продолжим следить дальше за тем, какие отчеты выходят, за тем, что говорят представители национальных регуляторов, и будем строить дальнейшие долгосрочные инвестиционные сделки. Ну, теперь давайте вкратце пробежимся, друзья, чтобы особо не затягивать. Будем больше останавливаться на инструментах по мере выхода интересной статистики. Ну, начнем с нефтянки. 70.04 – это закрытие, собственно, прошлой торговой недели. Пятница котировки сейчас на таких же уровнях. Мы видим, что рубеж психологически уже самый настоящий. 70 для бренда держится, быки не прорываются выше, и, собственно, медведи никак не могут перехватить инициативу, чтобы спустить инструмент пониже этой планки. Оглядываясь на то, что происходило с долларом на прошлой неделе, и в целом, оперируя тем, что новостной фонд был не такой уж интересный по нефтянке, а нефть все равно чувствовал себя бодриком, можем четко сказать, что именно доллар оказывал самое прямое воздействие не только на своих валютных конкурентов, но и на товарное сырье. Логика здесь крайне простая. Все товарное сырье, стоимость товарного сырья номинирована, безусловно, в американской валюте, в долларах, поэтому, как только меняется существенным образом курс доллара, мы про это можем говорить. У нас индекс просел до многолетних минимумов на прошлой неделе. Как только меняется курс доллара, это тут же сказывается на стоимости сырья, потому что, если американская валюта становится дешевле, это, по идее, делает сырьевые инструменты, активы, товарное сырье дешевле для покупателей, и вследствие этого растет спрос. Для нефтянки, для рынка черного золота, для рынка драгоценных металлов, для рынка, скажем, прочих сырьевых инструментов, эта логика прекрасно себя отрабатывала. На прошлой неделе можно сказать также, что трейдеры еще, скажем, резонируют от статистики по запасам. Запасы снизились на 1,1 миллиона баррелей за неделю. Десятая неделя подряд снижения. В этот раз участники рынка полностью проигнорировали статистику по росту объему добычи, хотя, если все-таки немного повариться в этой теме, а может быть даже и не проигнорировали. Возможно, рост нефтедобычи в Штатах на 128 тысяч баррелей все-таки сдержал, опять же, покупателей и не позволил им прорваться выше, потому что на текущий момент мы с вами говорим про объемы производства в 9,8 миллиона баррелей в сутки в США. И, конечно же, можно смело сказать, что на фоне высоких цен на нефть, а также на фоне того, что американские производители не участвуют в никаких соглашениях, они будут наращивать производство дальше. Если у вас есть в этом сомнения, я предлагаю обратить внимание на последний отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. У нас очень хорошая прошлая неделя по статистике, потому что сразу плюс на 12 единиц до 759 из 747 штук. Соответственно, 759 – это максимум за несколько лет, давно мы уже не видели такую цифру. 759 активных буровых платформ – это фактически фундамент, на котором будут выстраиваться дополнительные показатели добычи. И уверен, что мы с вами доберемся до планки в 10 миллионов баррелей в сутки в рамках американской экономики в ближайшие, друзья, 2-3 недели. Вот попомните мои слова. И как только этот, скажем, рубеж будет достигнут, эта цифра попадет в сводки новостей, уверен, будет очень много, опять же, откликов на эту статистику, и все будут уже прочитать США статус ключевого производителя нефти в мировой экономике. И возвращаемся, опять же, к тому, участвует ли США в энергетическом факте, здесь ответ, что нет, значит, США у нас претендует на ближайшие 2-3 года стать доминирующим таким регионом, который будет и будет перенасыщать рынок, будет покрывать все дополнительные объемы спроса со стороны мировой экономики, ну и, соответственно, должен создавать риск и такую премию, которая должна заходоваться в стоимость актива на коррекцию. И считается, друзья, то, что эта коррекция должна была развиться уже довольно давно, но выше 70 мы так и не прорвались на этой планке, уже несколько недель держимся. Я надеюсь, друзья, что эта неделя будет все-таки больше медвежьей, и, соответственно, у нас будет больше шансов ставить и зарабатывать на коррекции нефти. Дальше идем. Евро против доллара. Про заседание Европейского центрального банка мы с вами очень много говорили, снова повторяться не буду, лишь напомню, что Траги удовлетворила запросы тех трейдеров, которые находятся в коротких позициях, но несколько уже сомневались, поддавшись на общие рыночные настроения, все ли они правильно делают. Потому что на рынке очень серьезно возрос крессинг на доллар, европейская валюта этим воспользовалась, и те, кто не особо пытается проникнуться фундаментом, решили, что евро растет не потому, что слабеет доллар, а потому что совершенно очевидно, что ЕЦБ будет повышать ставки и отказываться от программы количественного смягчения. Траги, видя, насколько сейчас рынок заблуждается, собственно, выступил с речью, и эта речь была пронизана вот этими мягкими заявлениями о том, что без стимулов экономика более не обойдется. Ну, в таком случае, друзья, я хочу лишь напомнить вам, что та цель, которую еще раз обозначил Траги по инфляции, она несовместима с текущим курсом. А тут выводы уже сами делайте. Если вы считаете, что ЕЦБ плевать на цель по инфляции, ну, можете тогда покупать, нужно до отметки 1.4, 1.5, я не знаю, где вам хочется фиксировать профит по этим позициям. Если вы все-таки согласны с Траги в том, что и, наверное, с нормальной оценкой фундамента, что европейская валюта при текущих котировках не сможет способствовать, опять же, росту иноксопотребительских цен и, разумеется, не сможет позволить ЕЦБ отказаться от программы количественного смещения, тогда вам нужно искать уже уровни для продаж. Я считаю, что эти уровни, в принципе, уже давно на рынке созданы. Я полагал наивно то, что евро даже не сможет прорваться выше отметки 1.21, 1.21, но вот видите, как сложился фундамент для европейской валюты, и евро смог добраться даже до отметки 1.25. Сейчас этот уровень пока держится, и, соответственно, я лишь продолжаю искать поводы, чтобы их было достаточно рынку, и тем трейдерам, за которыми все-таки стоят большие деньги, трейдерам, которые реально могут повлиять на ту динамику, которая на рынке происходит. Считаю, что, друзья, короткие позиции куда более привлекательны, особенно сейчас, с учетом текущих уровней. И решение в любом случае принимать вам, я поддерживаю ASEL и думаю то, что многие из вас разделяют такую же позицию. Фунт против доллара. В отличие от евро, здесь я смотрю только в лонг. Еще раз отмечаю, что если вас не устраивает статистика, вам можно оперировать прогрессом по Brexit, который уже совершенно очевидный факт. Если вам не нравится копаться в этих политических интригах, в том, как идут обсуждения и переговоры по Brexit между Англией и Европейским Союзом, тогда смотрите за статистикой, потому что поддержки хватает везде. Вот, собственно, отчеты прошлой недели по экономическому росту у нас в квартальном выражении прироста по УП с 0,4 до 0,5. В годовом чуть небольшое снижение с 1,7 до 1,5%. Ну да, если сравнивать темпы экономического роста Англии с другими развитиями рынками, Англия существенно отстает. Мы понимаем, с чем это связано. Англия отстает, потому что серьезно просела потребительская активность, а потребительская активность просела из-за чрезмерного ослабления курса валюты и разгона инфляции. Но с этим уже борются. Посмотрите по тому подходу, которого сейчас придерживается Банк Англии касательно процентных ставок. Мы знаем то, что Банк Англии рад был бы поднять ставки, но пока все-таки немного переживает, уместно ли это сделать сейчас. Но не дает нам шанса, опять же, рассуждать относительно мягкой экономической политики. Лишь постепенно готовит нас к тому, что ставки будут повышаться. Соответственно, мы можем смело оперировать более жесткой монетарной политикой в рамках Англии. И в связи с этим рассчитывать на изменения в будущем процентных ставок, ну и на логичный поток в курсе британцев. Функт у нас растет выше отметки 1.40. Я думаю, что это только лишь начало. К текущей коррекции можно относиться спокойно, к тому, что это нормальный рыночный цикл после такого восходящего движения. Ну да, возникает и обратная тяга, которая возвращает обычно к ближайшим мощным поддержкам. Курс валюты в данном случае это уровень 1.40. Сейчас фунт у нас держится даже выше этой планки 1.40-1.40. Но я думаю, друзья, что для тех, кто держит длинные позиции, можно смело ориентироваться на прежние уровни, которые мы правда с вами поставили на середину этого года. Это 1.45-1.47. Но очень быстро все-таки развиваются события сейчас. Доллар и японская иена. Здесь можно говорить про, скажем, влияние двух выступлений Мнучина и Трампа на курс доллара. К сожалению, пока что рынок еще не определился, что стоит отыгрывать явные протекционистские высказывания Мнучина, либо все-таки лучше заложиться под последний комментарий Трампа о том, что экономики крепкая и сильная, и нужна такая же валюта. Собственно, статистика у нас пятница еще. Годовые данные по ОВП 2.6% в соответствии с прошлой оценкой сильные показатели. Параллельно еще вышел отчет по заказам товара ледяного пользования. Максимальное значение с 2009 года это 2.9%. Но мы видим то, что и заказы действительно растут, и экономический рост один из самых лучших за последние несколько лет. И все это опирается на бешеные капиталовложения, на бешеные инвестиции и очень высокие показатели активности национальных домохозяйств и потребителей, друзья. Явно доказывает это еще и динамика доходности Трежис. Мы видим, как десятилетки сейчас котируются на максимум больше, чем за 40 последних месяцев, 2.68% показателей доходности. Это такие ставки, которые раньше могли бы, скажем, увязываться только с крайне дорогой валютой. Сейчас что-то сломалось. И я все-таки надеюсь, что рынок больше положится именно на текущие показатели доходности американского долгового рынка. И доллар сможет вытащить сам себя, потому что у него есть для этого достаточно поводов и оснований. Кстати, эта неделя будет крайне интересна для доллара. Я думаю, что у доллара будет отведена ключевая роль, как и на прошлой неделе, потому что если раньше мы не ожидали, что Давосский форум придет к таким серьезным движениям, в этот раз у нас есть ожидания. И они связаны с статистикой по рынку труда в Штатах, но он фармпырился, который на этой неделе. У нас на этой неделе также выступление Трампа, который обязательно коснется снова и, собственно, курса доллара. Я уверен в этом. Плюс ко всему мы продолжаем следить за тем, как рынок адаптируется к налоговой реформе и ищем, собственно, поводы для покупок там, для долларов. Ну и, безусловно, на этой неделе еще и заседание ФРС с процентной ставкой. Конечно же, сейчас ставки менять не буду, друзья, хотя все может быть. Нас интересуют только очередные жесткие комментарии, потому что американская экономика готова к новому циклу ужесточения режима. Доллар канадец сейчас торгуется на отметке 1.2330. В пятницу мы с вами рассчитывали на рост данного до этого актива, потому что они сомневались, что инфляция просядет. В этом плане мы оказались правы, потому что инфляция в годовом выражении снизилась с 2.1 до 1.9%. В месячном базовый индекс потребительских цен свалился и вовсе с минус 0.1 до минус 0.5. Это еще один сигнал, друзья, для банков, прежде всего, Канады, чтобы они явно серьезно притормозили лошадей и более даже не думали об ужесточении монетарной политики, как минимум, до конца этого года. Поэтому я думаю, что нам стоит лишь дождаться от следующего выступления либо Стивена Холлза, либо Каролины Вилкинса, и мы поймем то, что, собственно, регулятор Канады теперь будет больше ориентирован на контроль и мониторинг того, как домохозяйство адаптируется к новым условиям. И больше не будет травить рынок сообщениями о том, что основа рассматривается возможность для еще одного раунда повышения процентных ставок. Это что касается Канады. Не забывайте, что здесь еще глобальный риск, связанный с пересмотром торгового соглашения на авто. Здесь еще риск для канадца в виде роста доллара и слабости нефти. Как раз на этом мы все и делаем сейчас большую ставку. Поэтому, ну, лично для меня доллар канадец это сейчас, возможно, так же, как и фунт, одна из самых интересных инвестиционных идей для долгосрочного трейда. И уверен в том, что доллар канадец с фунтом смогут обеспечить, если вы, опять же, заложите эти сделки в ваш портфель, очень хорошим доходом. Только лишь нужно следить за фундаментом, ну и не позволять, опять же, текущим тенденциям, которые сложились, кажутся они весьма убедительными в плане того, что канадец и дальше будет крепчать, а доллар валится. Все-таки копать чуть поглубже и видеть предпосылки там, где их многие не видят. Потому что так же, как и с американским фондовым рынком, сейчас сложилась такая ситуация, которая не допустит в легкой небольшой коррекции, чтобы, скажем, трейдеры вышли в себя, вовремя закрыли, скажем, сделки в одном направлении и переретировались в другое. Я думаю, что коррекция на рынке Форкс тоже будет существенной. Если доллар осознает то, что у него есть достаточно повод для роста, даже против иены мы увидим восходящее движение сразу в несколько фигур. И, возможно, это будет такой же затяжной и серьезный тренд, как мы наблюдали в начале, вы помните, 2017 года. Возможно, то же самое произойдет и сейчас. Из важных отчетов текущей торговой сессии смотрим и ждем личные доходы, личные расходы. Статистика, которая характеризует потребительский сектор США и эти данные будут опубликованы сегодня в 16.30. По прогнозам у нас хорошие цифры. Смотрим, как на них отреагирует доллар. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. Хорошей, удачной вам и текущей торговой сессии, и всей торговой недели. Увидимся, соответственно, завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.